здорово это домашний канал летки мы продолжаем с вами проходить бесконечное лето визуальную новеллу русскую аниме и еще как ее назвать я не знаю вот итак мы закончили на том что мы поспорили алису с алисой да по-моему зовут ее алиса девушка короче нас постоянно пинает вот поспорили что если она выиграет нас карты короче она расскажет вожатый о том что мы ее домогались хотя этого и не было короче вот если мы выиграем то она ничего не будет рассказывать вот так так давайте и я тяжело вздохнул направился за ней в столовую окей а внутри все уже было готово тут и там толпились пионеры весело разговаривая о своем столы сдвинули поближе к стенам чтобы освоить место для игроков и зрителей даже зрители будут нифига себе я смотрелся в дальнем углу что-то происходило подойдя ближе я видел большой лист ватмана с какой-то схемой ватмана бэтмена бэтмена ватмана окей так списке участников обнаружилось и мое имя окей а с нами играет я уж забыл кто из них то короче это типа наш до перс который любит читать девушка ульяна по мою зовут вот это алиса которая злюка шурик шурик с нами в принципе он и придумал эту игру вот этот я не помню кто это а а дни это вот это вот это вот это славя или нет а нет не славя это мелкая мелкая да я не помню зовут короче вот это я не помню да тоже вот она алиса короче это библиотекарша и вожатая что ли ну окей ладно допустим эй и кто это все придумал толкнул я электроника стоящего рядом конечно же ваш покорный слуга он ответил мне поклон отчего меня аж передернуло а это электроник придумал я думал то шурик придумал игру окей ну и зачем меня сюда включили просил я разочарована еще пару секунд назад оставалась хотя какая-то надежда что не придется участвовать в этом турнире и благодаря этому появится возможность легально улизнуть от спора с алисой но теперь этой надежды больше нет так распорядилась слепой жребий хороший жребий со всеми участниками турнира я так и или иначе уже успел познакомиться а ведь помимо них тут еще не один десяток пионеров меня охватила тревога то чувство когда кажется что за тобой кто-то наблюдает пустой плотно закрытой комнате без окон окей а призы какие-нибудь будут спросил я его лениво может быть может быть просто хотелось отвлечься бессмысленным разговором окей так электроник только собрался ответить как откуда не возьмись появилась ульянка начала прыгать вокруг него а вот это вот мелкая короче ты ее ульяна зовут а сиими фиолетовыми волосами я вот не помню как призы призы я что-то слышала про призы знаешь какой главный принцип олимпийских игр нет какой вот вырастешь узнаешь главное участие главное участие главное не призы и главное не проигрыш а главное участие она надула губки и ткнула электроника в бок так призы будут ну я не знаю не от меня это зависит он обреченно развел руками а ведь действительно раз уж затеяли эту дурацкую игру то могли бы хотя бы шоколадными медалями озаботиться ульянка неожиданно сорвалась с места и куда-то побежала небо чуток ее оптимизма ну так что правило объяснишь а всему свое время еще не все собрались я кинул столовую взглядом алиса славе лена мику и шурик на месте вот они все имена короче да короче так вроде бы все с фиолетовыми волосами по-моему лена да а мику это которая библиотекарша как же же не нет мне показалось что он сказал это несколько взволнованным тон ну нет и нет что теперь поставь вместо нее кого-нибудь другого нельзя растягивая каждую букву ответил по я не стал уточнять почему именно нельзя ну сходи тогда за ней что ли я не знаю не надо ему никуда ходить он организатор ему не положено так вмешалась у нас только дмитриевна да словно из-под земли рядом с нами возникла вожатая но ольга дмитриевна взмолвился электроник семён сходи а смысле семён сходи а чё сразу я я то чё а чё почему я то почему сразу я то я здесь новенький вообще так семён она посмотрела на меня и улыбнулась конечно всегда я а где она наверное библиотеки ладно протянул я и направился к дверям только быстрее донесся мне вслед крик электроника не специально буду тянуть время чтобы не участвовать в этой игре скоро и ночь уже я не спеша стараюсь убить как можно больше времени шел в сторону библиотеки однако же не нашлась раньше она сидела на лавочке уставивший сторону безболнового агенты что тут делаешь тебе все тебя все обыскались сижу как видишь она нахмурилась пойдем скорее не хочу женя отвернулась почему не хочу и все я сел рядом слушай мне тоже не нравится вся эта затея но нельзя же всех подводить мои слова звучали так словно и говорил кто-то другой еще пару дней назад мне бы и в голову не пришлось сказать подобное жена удивленно жена жанна же не удивленно посмотрел на меня так что все только меня ждут а я тебе о чем да все равно нет она нахмурилась и снова отвернулась но почему я сплеснул руками сплеснул руками не умея играть карты ну и что я тоже не знаю правил ну и как тогда играть а что ты умеешь только то о чем читала в книгах конечно она удивилась а если ты попадешь в антарктиду и тебе придется охотиться на белых медведей белые медведи и живут в антарктиде женя улыбнулась ладно это просто пример конце концов не на корову же играем она задумалась просто не хочу подводить ребят да 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 саркастически согласился я и не подумай ничего такого я даже не понял что она имела ввиду очевидно у любого человека есть свои слабые места а через минуту мы уже стояли в столовой а она все-таки согласилась да окей те внимательно смотрели на электроника и так прокашлял салон и так каждый тур состоит из одной игры случае ничьей будет переигровка после этого проигравший выбывает и начинается следующий тур поскольку до добровольцев он посмотрел на меня поскольку участников 8 то и туров будет три все понятно толпа пионеров весело загалдела призы какие призы ульяна хватит вперед выскочила славе тщетно пытаясь поймать ульян пока не выиграю приз не успокоюсь кажется одной этой девочки было достаточно для варп прыжка к альфе центавра призы призы как звездная кричалка у ульяны прекрати уговаривала ее славя а у электроника похоже от всей этой беготни вокруг него уже закружилась голова давайте начинать спокойно сказал я и добавил обращаясь к ульянке а то никаких призов не получишь такой аргумент похоже подействовал и она вернулась на свое место за ней последовала славя бросив мне на прощание улыбку благодарности окей пионеры наконец угомонились я подошел к столу за которым сидела лена не возражаете она подняла на глаза и покраснела она все время краснеет и не по его и вообще не волнуйся я тоже правил не знаю ничего аллергия на меня или чем и почему тоже я сел вот вышло так что первый тур нам с тобой играть да наконец электроник начал объяснять правила опа посмотрите на карты внимательно перед вами их ровно 6 12 ну понятно а верхние это наверное ну противника мои нижние окей надеюсь считать здесь все умеют теперь можете их открыть окей нифига себе карты такие когда все посмотрели свои карты электроник продолжил правила такие же как в покере думаю все играть умеют я-то умел но вот в остальных не был уверен сначала идет самая старшая карта потом пара потом две пары потом тройка ну и так далее первым ходом вы выбираете карту которая хотите забрать у противника у него же свою очередь есть возможность поменять карты вместе местами два раза но можно и не менять если собираются забрать ненужную карту но учтите противник видит какие карты вы меняете местами далее соперник забирает у вас одну карту ну и так далее думаю все понятно мне было совершенно ничего не понятно да очень интересно ничего не понятно было очень интересно но ничего не понял или как-то там как-то так там примерно говорится так окей эй ты инштейн недоделанный послушался издалека голос ульянки ничегошеньки непонятно походу разберешься так электроник отошел к столу со схемы оставив ульянку злиться в одиночестве ходи первое я надеялся что быстро смогу вникнуть в игру или на смутившись еще больше чем обычно потянулась к моим картам так окей но на середине стола и рука застыла ты будешь точно я же должен защищать свою карту и что там говорил электроник чтобы пытаться запутать соперника можно поменять карты местами и так два раза а можно и не менять защищать мне эту карту или нет тому же я могу сразу согласиться и отдать ей карту которая она выбрала алена может изменить свой выбор взяв другую карту а может и не менять говорил я вообще ни черта не понял так погоди твой чей ход мой защита кругов осталось три обмена осталось два пробная игра а это типа пробная игра так окей у нас погоди у нас 10 5 3 4 2 и 9 так ладно допустим у нас старшая карта десятка до получается 5 давай знаю давай а это я поменяю если чудо так погоди а я должен выбрать карту противник или чё смысле чё я должен сделать почему она она выдвигается и ничего не делается защита вытягивание так понемногу все становилось понятно я ничего не поняла еще или честно окей или хотя бы понятней а теперь моя очередь я могу вернуть карту которая забрала или выбралась любую другую а это короче она выбрала карту да получается она у меня забрала пятерку блин одну из старших карт она мне забрала окей можно было поменять не знаю на двойку там да понятно так теперь моя очередь я выбираю карту какую я хочу забрать так окей давай вот эту лена может попробовать защитить свою карту но если я буду внимательна то все равно возьму ту что выбрал самого начала так она поменяла я заберу вот эту так погоди а вот это моя пятерка да это моя пятерка а давай я пятерку свою заберу обратно получилось электроник до этого лишь молча наблюдавший за игрой удовлетворенно кивнул похоже теперь мы действительно немного разобрались что к чему и так во время игры противники три раза обмениваются картами потом вскрываются у меня вырвался невольный спешок от слова вскрываются ай-яй-яй ай-яй-яй так что смешного нет ничего сдерживаюсь из последних сил чтобы не прыснуть ответил я чтоб не присунуть не прочитал окей он пристально посмотрел на меня и продолжил и мы смотрим у кого лучшие карта понятно короче я вроде как врубился немного электроник вернулся к своему ватман свой к своему бэтмена к чем вернулся так смотри у нас девчонка с пулеметом 9 7 3 4 9 5 у нас две девятки две девятки так окей а кто ходит а понятно лена ходит да она хочет забрать мне четверку ну где я поменяю местами ахты ахты сосранка ты девятку хочешь забрать да но держи тройку троечку она забрала теперь я забираю вот эту карту я хочу эту карту я хочу эту карту о да валет валет или это джокер валет этого лет отлично баба с базукой круто круто так она хочет забрать у меня четверку ну пускай берет чё пускай берет к забирает мне четверку не не жалко так окей а здесь мне четверка блин а куда на тройку то дело мне главное чтоб на тройку на свои не попасть так окей давай этот давай хочу вот эту хочу вот эту 10 отлично отлично десятка окей она тут перемешала короче и блин ладно так девятку на хочет забрать забирай пятерку ладно и курю пятерку забери окей молодец молодец так она перемешала все карты я уже забыл где какие находятся допустим давай вот это я хочу это так погоди вот эту хочу дома отлично дома и мы победили окей у нас две пары отлично а комбинации как в покере должна быть да получается а я понял все я понял но все равно мы победили у нас пара у нас пара отлично победа я победил вот уже действительно трудно играть в игру только что придуманную да еще и не тобой но я выиграл правда радость победы немного омрачала то что проигравший оказалась лена она и без того была не особо уверена в себе теперь мне даже неудобно смотреть на нее возможно следовало все-таки проиграть чтобы повысить ее самооценку но я же поспорил с алисой электроник тем временем с гордостью объявил что первый тур окончен через некоторое время на ватмене появилась схема участника второго тура окей так я ульянка алиса и библиотекарш до получается или а это ольга дмитриевна библиотекарши это вот это или я запутался короче бабах я запутался в бабах так пару полуфиналисток оставили алиса жения и ульяна и я конечно же у меня обрелся обреченный вздох окей тут же напротив усилась ульяна хлыбкой до ушей она уставилась на меня когда ты лена обыграл жульничал наверное я даже не ты просто я умею играть в карты пусть она хотя бы так думает а ты как шу а ты как шурика обыграла а ульянка махнула рукой показывая как это было просто пригрозило что вступлю в ее клуб и снова широко улыбнулась будешь мне будешь мне поддаваться и не надейся ну вот тогда я сама буду выбирать какую карту тебе отдать ты правило слышала да плевать похоже и действительно это мало волновало ладно тогда и я буду отдавать тебе только те карты что выберу сам договорились воодушевленной победой в первом туре я решился на этот опасный шаг можно было ввязаться в спор позвать электроника в конце концов настоять на своем но я почему-то был полностью уверен в исходе этой партии да мы нарушили правила но находились ульянка в равных условиях я посмотрел на электроника время начинать второй тур скомандовал он я аккуратно открыл карты стараясь не дать ульянки заглянуть в них окей давай сейчас сделаем ульянку девочки из ссср окей ладно погнали так смысле я должен какие-то карта отдать захват ну держи двойку давай заберем вот эту вода мы отлично так у нас пара дам неплохо пара дам что это за король там шлепает кого-то девочка тянется короче за вареньем и и кто-то шлепает жесть конечно или это хвост а это хвост я думал то рука которая шлепают и по задницу ладно так что я хочу отдать я хочу отдать так погоди мы можем стрит короче там быть а нет не можем ну они в принципе можем он давай шестерку забирай шестерку забирай шестерку а я заберу тебя смысле она мне хочет отдать обратно мою карту она мне двойку отдала засранка ладно допустим у нас все равно пара дам есть пара дам у нас есть и я тебе говорю забери обратно забери ее обратно окей она мне опять мою до четверка да ладно фэйл я проиграл что у нее на 2 не понял смысле фэйл у неё пара пара двойка у меня пара дам короче смысле фэйл хотя бы один раунд я выиграл я вышел из столовой смысле спать ложиться было еще рано так что небольшая прогулка показался отличным вариантом куда же направиться так куда же мы отправимся где мы еще не были на стоянке мы были с самого начала до генда площадь мы были сцена что за сцена мы на сцене по-моему не были медпункт волейбол мы не были до волейбол футбол мы футболе были так на пляж мы не заходили лодочная станция давай сходим на пляж посмотрим я вышел на пляж настроение было паршивым купаться совсем не хотелось однако я подошел к воде и опустил в нее руку хотя просто полюбоваться до луной смотри красивыми волнами там смотри поезд скачет вода была теплая видимо за день она так нагрелась что к вечеру еще не успела остыть что же может приду еще искупаясь впервые за день я накрыла дикая усталость свет в окне не горел значит только дмитриевна уже спала странно вчера она меня дождалась я зашел тихо разделся и лег на кровать если поразмыслить моя ситуация до сегодня совершенно не прояснилось в сущности я весь день занимался бесполезными вещами в реальном мире мне бы и в голову не пришло тратить свое время на что-то подобное хотя как раз там у меня этого времени было хоть отбавляй а сколько его тут совершенно неизвестно может быть целая вечность а может всего несколько минут мне хотелось больше думать о прошлом о том как я попал в этот лагерь да давай спи уже вот лег и размышляет смотри над тобой ржет фантомас окей впервые за очень долгое время я по-настоящему устал не только эмоционально но и физически психологически и бог знает как еще я хотел лишь чтобы от меня все отстали в первую очередь мои мысли хотел чтобы все разрешилось как-нибудь само собой ну или по крайней мере без моего деятельного участия а вдруг я тут навсегда тогда придется привыкать вот так просто я я не готов а знание улетало все дальше все сложнее становится концентрироваться на чем-то конкретно наверное лучше отложить на завтра я перевернулся на другой бок и заснул лично наконец-то он уснул наконец-то уснул так третий день на третий день давай покажи ты день 3 отлично третий день на ночь оставила после себя тревогу я проснулся разбитым физически и остащенным морально со мной такое постоянно во сне видишь невозможно яркие сцены как будто попал в голливудский был бастер слегка закрученным сюжетом высококлассными актерами и многомиллионными спецэффектами а на утро не помнишь оттуда и кадра вот и сейчас я пытался восстановить картины которые показывал мне отдыхающий мозг но эта часть памяти была пуста то ли заархивирована то ли вообще отформатирована если показывали 7 утра так 7 утра и давай наверное сохранимся сохранится наверно вот это да да давай сохранимся сохраняем на пусто так я сохранил сохранил локе и выход погнали что сегодня что-то сегодня я рано ольга дмитриевна еще спала плотно упутавшись в одеяло носок смотрю носок ли лифон и как можно летом в такую жару я стал потянулся подошел к зеркалу я глядел себя надо побриться странное решение раньше хватало и пары раз в месяц а сейчас от моего внешнего вида как будто что-то зависело однако бритвы я так и не нашел хотя зачем сейчас я выгляжу от силы лет на 17 ладно завтрак не раньше 9 это значит это еще полно времени ну да целых два часа которые можно потратить например на утренний моцион и гигиенические процедуры в этот раз вода не показалась такой леденящий обжигающий как вчера напротив приятная прохлада придала мне бодрости помогла быстрее вернуться в реальность если происходящее можно было считать таковой сегодня зубной порошок не казался таким уж она хронизмом и у меня даже промелькнула мысль что он не особо отличается от зубной пасты короче он привыкает потихоньку привыкать да так когда я вернулся в домик вожатый ольга дмитриевна уже проснулась этом случайно нажал короче значит перелеснул она стояла перед зеркалом и расчувствовал волосы доброе утро семён доброе от недосыпа еще немного гудела голова и путались мысли но я не жалел что все так все таки вылез из кровати а не остался как обычный высыпать дежурный пару-тройку часов что-то ты сегодня рано так получилось опять ты без галстука давай я да я сам ничего страшного когда на завтрак пойду нет уж давай сейчас до завтрака у нас еще линейка не забывай забудешь тут а что сегодня на линейке на этой будет я расскажу о плане на день и каков план по правде говоря мне было абсолютно наплевать чем наши доблестные вожата собирается занять наш бравый пионер отряд на ближайшие 12 15 часов я интересовал лишь место большого скопления живой силы противника чтобы обходить их подальше а это ты узнаешь на линейке она хитро улыбнулась только дмитриевна знает а знаете у меня что-то живут разболелся мне бы вы понимаете думаю ничего страшного если разок пропущу а то будет неприятно если я прям там откуда вы мне столько смелости тебя есть еще минут пять боюсь не успею давайте вы мне расскажите сейчас нет я постараюсь но если вдруг ладно уж сегодня у нас по плану уборка территории сортировка книг библиотеки еще кое-что а вечером танцы танцы смотри у меня чтобы обязательно сегодня поучаствовал в жизни лагере все непременно конечно конечно сейчас мне бы иди уже это обостришься а то обостришься и иди уже в туалет я вышел из домика обошел его и спрятался в кустах дожидаясь пока ольга дмитрина уйдет впрочем говоря у меня не было особых причин так себя вести но внутренний голос упорно отведу что на этой линейке делать нечего окей я потерял когда вожата жила я вернулся назад домик решил дождаться там начала завтрака и так участвовать в общественной деятельности сегодня я не планирую уборка книги библиотеки это совсем не то чем должен заниматься человек мои пола в моем положении однако уже прошло два дня я не на йоту не приблизился к разгадке и местные обитатели казались целом совершенно нормальными людьми они не были замешаны каких-то тайных заговорах не сотрудничали с инопланетянами и вряд ли подозревали и вряд ли подозревали о провалах во времени конечно каждый а скорее даже каждая из них не без странностей но странности эти не выходили за рамки разумного более того встретив любого из здешних пионеров в своем привычном номере я бы даже не подумал что с ними что-то не так скорее они показались бы мне куда более нормальными естественными чем скажем я сам эта линия рассуждения выглядела весьма логичный нелогичным в ней было лишь отсутствие ответов обычные люди необычном месте это я об этом уже слышал где-то видел десятки пионеров а может их куда больше живут привычной жизнью занимаются привычными делами и за дня в день и даже не подозревать что мир вокруг них совсем не такой каким должен быть ладно но эта ситуация с их точки зрения мне же не знаком не только мир лагеря совенок но его обитатель пусть даже по обстоятельствам они ведут себя так как по идее и должны сейчас необходимо решить один вопрос имеют ли люди здесь какое-то отношение ко всему что со мной произошло найду или и ответы у них или может быть до истины мне придется докапываться другим путем так окей окей я так понимаю у главный герой собрался у нас на третьем дне короче докапываться до истины что ли расспрашивать или что-то где-то выяснять вынюхивать как он сюда попала что вообще здесь происходит окей что за табличка это человек человек пакет какой-то а здесь человек пакет какой-то кто-то кто-то фанат человека пакета муки здесь пакеты смотри ладно вот но этим мы уже займемся наверное следующей серии вот следующем видосе и на этом будем заканчивать кому понравилось ставим лайки подписываемся на канал группу вконтакте ссылочка на прохождение игры будет в описании под видео и с вами был валерий всем пока